Шесть вечера для кого-то – это конец рабочего дня, но только не для них. Губкинские спортсмены Ольга Пасечная и Евгения Латыпов тренируются к следующим стартам всероссийских соревнований. Чемпионов физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Игры ГТО. В этом году губкинские атлеты установили два рекорда в сдаче нормативов. Ольга, к примеру, отжалась аж 116 раз за 4 минуты. Отжимания мы готовили уже за 2-3 месяца, строго откинув все гири, штанги, все соревнования. И чтобы получился хоть какой-то хороший нормальный результат, как можно было войти в книгу рекордов, мне нужно было в своей возрастной побить 109 раз, то есть 110 и выше сделать. Поэтому готовы мы были где-то на 119-120 раз я делала на контрольной тренировке. Но там получилось, как получилось. А получилось действительно отлично. Ольга во всероссийском фестивале участвует уже в третий раз. В прошлом году спортсменке пришлось из-за травмы сойти с дистанции. Разрыв ахилла, прямо сразу на старте, поэтому закончила уже свою эстафету с порванным ахиллом, передала, конечно, хромала, передала эстафету и мы продолжили. Но в следующий день пришлось сняться, поэтому мы маленько потерпели неудачу. Полгода восстановления и к следующим стартам я была готова еще лучше. В этом году мы показали девятый результат. К этому высокому результату причастен и Евгений Латыпов. На фестивале Игры ГТУ он потянулся на перекладине 54 раза и стал абсолютным рекордсменом. А начинал свой путь в борьбе за чемпионство с малого. Мы выступали первый раз, это вторые игры были всероссийские. Там мне удалось установить рекорд. Это было 46 подтягиваний за 4 минуты. Как бы неплохой результат для того времени. Но сейчас, как подумаешь, это очень слабо. Такое количество подтягиваний позволило Евгению Латыпову в 12-й ступени норматива в ГТО завоевать золото. Вообще, комплекс «Готов к труду и обороне» – это программа физической подготовки, которая была создана в 1931 году. Возродился же ГТО 10 лет назад. В Губкинском, как и в регионе в целом, активно продвигается это направление. Только в этом году более 2000 горожан получили знаки отличия. Среди них 747 бронзовые, 619 серебряные и 716 золотые. В нашем регионе это очень большой плюс, если ты имеешь золотой знак во всех спортивных учреждениях, 50% скидка. Я думаю, ни в каком другом регионе этого нет. Это здорово, очень здорово. Ну и плюс баллы, конечно, для абитуриентов, которые поступают в ВУЗы. Это большие плюсы для них, плюс баллы к ЕГЭ. Принять участие в сдаче нормативов может любой желающий. Комплекс ГТО рассчитан на 18 возрастных ступеней от 6 до 70 лет и даже старше. Каждый имеет свои нормативы по различным видам спорта, таким как бег, прыжки, подтягивания, плавание, стрельба и метание снарядов. В нашем городе могут сдать не только жители нашего города, а любой человек, который изъявил желание сдать нормативы ГТО. Для этого нужно просто пойти, для начала получить справку, допуск о том, что не противопоказано сдавать ГТО по здоровью. Зарегистрироваться на сайте ГТО, получить УИН, прийти в наш центр тестирования. Комплекс «Готов к труду и обороне» в Губкинском можно сдать в двух спортивных школах – «Арктика» и «Зенит». Чтобы записаться на сдачу нормативов, можно обратиться к администраторам спортивных учреждений или по номерам телефонов 2-85-96 или 3-81-76. Алла Мэтра, Денис Вильков, Данила Индюков. Новости Губкинского.